Доктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы ставили перед собой амбициозную задачу на 2019 год заработать не менее 10 миллиардов рублей, привлечь из федерального бюджета или правильно поддержать наши промышленные и бизнес-предприятия, чтобы они тоже увеличили объем производства. Так, из федеральной казны удалось привлечь 7 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. Полтора миллиарда заработали внутри региона за счет работы предприятий. В лидерах крупных производителей налогоплательщиков – Ульяновский механический завод, Авиастар и Марс. Еще одна задача поставлена губернатором перед министерством – финансовая помощь районам. Почти полтора миллиарда до конца года направят муниципалитеты. На социально значимые расходы мы направим 1,1 миллиарда рублей, в том числе на выплату заработной платы 486 миллионов рублей. Из них в муниципальное образование субвенции на оплату труда работникам общего образования и дошкольных общеобразовательных учреждений будет направлено 362,2 миллиона рублей. Контроль и рост заработной платы работников бюджетной сферы – ключевая задача на ближайший год. Уровень оплаты должен соответствовать всем требованиям, выдвинутым в майских указах президента. Мы заинтересованы, чтобы у каждого появилась хорошая заработная плата. Это наша задача. Мы хотим, чтобы в этом году мы со всем этим разберемся, чтобы 2020 год был отмечен существенным повышением оплаты труда заработных платов для работников бюджетной сферы. Нужно понять, как суммируется оплата труда каждого работника, не влияет ли на нее, к примеру, мнение начальства. Инвентаризацию зарплаты специалистов бюджетной сферы произведет специально созданная рабочая группа. В ее состав войдут представители профильного министерства, правительства и общественные палаты. Рината Леолова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова